Всем привет! На связи проект Mabu. Mabu это платформа по разработке мобильных приложений. И в сегодняшнем видео мне хотелось бы поговорить о том, какие проекты стоит писать вам, когда вы хотите стать Android разработчиком. В данном случае мы будем говорить про направление трудоустройства и по направлению заказной разработки. Будет интересно, если вас интересует одно из этих направлений, то устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Это видео я записываю в прямом эфире, поэтому я не писал никакого сценария. Все мысли будут формироваться на ходу, исходя из опыта и тех вопросов и общения, которые я получаю как от своих учеников, так и в целом от зрителей моего канала. Итак, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе. Оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца. Такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций. Ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. Как я говорил в одном из своих видео, которое вышло недавно, что существует несколько направлений, как вы можете двигаться в сфере Android разработки, это именно трудоустройство, то есть когда вы трудоустроиваетесь по найму в компанию, также это работа на фрилансе, когда вы берете заказы какие-то, и также это работа напрямую с заказчиком, то есть когда вы уже напрямую находите своих заказчиков и работаете на себя, скажем так, как предприниматель, но есть еще одно так же направление, это разработка своих проектов, последнее направление мы не будем охватывать в этом видео, я наверное выпущу следующее видео по этому направлению о том, как выбрать свой стартап, но так же как мне просили делать видео по этой теме именно по своим стартапам, то я сделаю наверное отдельную линейку видео по этой тематике, сегодня мы будем говорить о том, какие же вам проекты нужно писать, то есть например вы хотите трудоустроиться или брать на заказ какие-то проекты, и вам нужно сделать как бы свое небольшое портфолио, то есть вы не можете пойти на собеседование или на фриланс, или так же искать заказчика, просто с одним желанием, у вас должны быть какие-то работы, и вам важно понимать какие проекты писать, я вижу очень часто, что многие начинающие разработчики пишут у нас, вторые вконтакте, телеграммы, ватсап, ну как пишут, пытаются написать, типа доску объявления вита, то есть какие-то непонятные сервисы, которые никак им не помогут, их наличие в портфолио никак им не поможет достичь их цели, я считаю нужно писать проекты, которые близки к земле, близки к реальной жизни, и очень важно выбирать проекты, которые использовать в этих проектах, тот цвет технологий, которые именно важны вам, либо для трудоустройства, либо для того, чтобы найти своего заказчика, что я имею ввиду, давайте по порядку, во-первых, какие проекты стоит писать, стоит писать проекты для бизнеса, то есть то, что вы можете продать, в идеале, если это будет работающий проект, например, осмотритесь, посмотрите, может где-то рядом с вами, в ваших знакомых, или в вашем районе, где-то есть какая-то пекарня, может какая-то парикмахерская, может какой-то магазинчик, который, может у знакомого какого-то у вас есть интернет-магазин, которому было бы неплохо сделать мобильное приложение для интернет-магазина, это было бы вообще шикарно, может есть какой-то салон красоты, может какой-то частный мастер есть, который делает маникюр, или что-то в этом духе, стрижет вас, которому можно сделать личное мобильное приложение, в общем, то, что вы можете продать, то есть то, чем реально будут пользоваться, то есть посмотрите, если не найдете реального бизнеса, то придумайте такой проект, например, создайте мобильное приложение для какого-нибудь барбершопа, для парикмахерской, небольшой пекарни с небольшим ассортиментом товара, внедрите туда небольшой функционал, похожий как у интернет-магазина, но уже под пекарню, что-то, что близко к земле, то есть не нужно выдумывать что-то космическое, что вы не можете продать, нужно сделать то, что реально к бизнесу, то, что из реальной жизни, и второй аспект, это вам нужно использовать в разработке те Тодстаг технологии, которые требуются при трудоустройстве, которые требуются при разработке, допустим, приложения на фрилансе, или Тодстаг технологии, обычная, которая используется для заказной разработки, как понять, какой стаг технологии нужно? Ну прогуглите, прогуглите вакансии, прогуглите заказы на фрилансе, в общем как-то так, просто нужно понимать, да, и стоит выбирать проект, исходя из того, сможете ли вы все весь этот стек технологии реализовать в своем проекте, нужно найти золотую середину, на одну чашу весов мы кладем проекты, которые можно потом показать на собеседовании или отобразить портфолио на фрилансе, то есть желательно из реальной жизни на другой чаше весов, тот актуальный стек технологий, который нужен именно нам при трудоустройстве или приза, для того, чтобы взять заказ на фрилансе, то есть и когда вот эти, неправильно можно сказать, две чаши весов, есть один круг интересов и второй круг интересов, и в том аспекте, когда эти два круга интересов переплетаются друг с другом, будет ваш проект, вообще в идеале я бы посоветовал вам сделать один проект, как бы для интернет-магазина или небольшой пекарни, а другой, допустим, для сферы услуг, для салона красоты, кстати, если вы приходите ко мне на курс, то этот вопрос решается очень легко, на основном курсе Android разработчик за три месяца мы делаем мобильное приложение для сферы услуг именно для кофейни, и также если вы обучаетесь по программе, по премиальной программе, то по премиальному пакету вам еще предоставляется курс по разработке мобильного приложения для интернет-магазина, то есть даже используя мою обучающую программу, вы закрываете даже этот аспект, и у вас как минимум два приложения уже в портфолио готовы, и вы можете, у вас будет что показать, во-первых, если вы идете на трудоустройство, то ваш работодатель будет видеть, что вы знаете этот стек технологий, может что-то подучили, да, чтобы хорошо пройти собеседование, но он реально видит, что вы это использовали уже в разработке, вы реально сталкивались, и он возьмет скорее вас, чем какого-то теоретика, который, ну какой-то примерчик порешал, да, и если вы хотите заниматься заказной, заказной разработкой или фрилансом, то заказчик будет видеть, что вы уже для другого магазинчика сделали такой проект, или для другого салона красоты сделали такой проект, ну что-то в этом духе, и вот очень важно, когда вы уже что-то знаете, и вам уже скоро-скоро будет искать либо трудоустройство, либо заказ, уже на этом этапе, когда, но обычно я рекомендую это делать, если кто ко мне приходит на три месяца обучения, то на втором месяце уже это делать, вы берете и создаете свой проект параллельно с обучением, то есть утром поучились, да, после обеда начали писать свой проект, пусть он будет учебный, но, кстати говоря, на собеседовании никогда не говорите, что это учебный проект, говорите, что это ваш реальный опыт, и в резюме обязательно указывайте это как реальный опыт, то есть работал на каком-то стартапе, такой-то что-то, то-то, то-то делал, как разработчик, это очень важно. Я надеюсь, я разъяснил, какие проекты не стоит писать, какие проекты стоит писать, и как важно подходить к своему, скажем так, даже обучению, к разработке первых своих проектов. Я надеюсь, было очень полезно, с вами был обучающий проект Mabu, до встречи на следующих эфирах, всем пока!